всем привет сегодня я вам покажу как можно отремонтировать легкую поломку в блоке питания об этом очень много роликов но в как бы симптомы у всех разные сегодня я расскажу симптомы на всякий случай что например кто не знает мог в этом ориентироваться пока паяльник включу так симптомы какие бывают во первых самое простое это не включается компьютер это не обязательно материнская плата это может быть источник питания причем в 80 в 90 процентах случаев не видится винт тоже источник питания то есть винт издает всякие жесткий дисковый издает всякие хрюкающие звуки там металлические всякие непонятные звуки издает это тоже источник питания первым делом его надо смотреть также не запускается видюха все вроде работает все сигнал нормально дает тоже блок питания вот это вот основные причины блок питания вот мне попался блок питания в котором все узлы как раз почти на все эти критерии влияют то есть все вышли узлы одновременно то есть по всем питанием проблема очень питанием у меня 340 ватт кто-то будет наверно говорить мы таких уже не выпускает я считаю это самые лучшие блоки питания для компьютеров они меня держат порядка десяти винтов работают годами не то что на полтора там киловатта сейчас это все хрень как видим раздутый кондер два три четыре по всем питанием плюсу 10 на генераторе вздутые на 220 они еще нормальные мелкие кондеры тут вздутые по управляющей схеме и вот из-за вот этого всего может компьютер грузится да в данном случае но не видит винт если он и видит через какое-то время до после 10 запуска начинает там тормозить очень безбожно просто это связано с тем что не хватает мощности мощность вся уходит в эти конденсаторы они служат уже не как емкость сглаживающие да а как предохранитель ну не пыль резистор то есть они забирают на себя большую часть мощности и у нас в итоге блок питания ведет себя как знаю обогреватель что ли потому что за счет того что происходит вот это вот как бы и козы и не козы у нас все узлы начинают работать по максимуму соответственно греться соответственно когда они греются соответственно накрывается еще больше конденсатор если вы заметили просто что у вас компьютер как-то странно себя вести стал это не связано не с вирусами не еще с чем-то вот рекомендуется снять блок питания раскрутить обычно вот он прикручен здесь четырех мест и крышка в четырех позициях тоже винтиками легко все снимается и наглядно можно увидеть просто состоянием меняется это все достаточно легко единственная сложность заключается в том что рекомендую все таки если у нас у вас был включенный подождать какое-то время чтоб конденсатора высоковольтные разрядились и вас не ударило током под замену идет вот этот вот этот сейчас уже наглядно можно посчитать просто два три четыре пять шесть семь восемь а вот еще девять блин девять конденсаторов почти все почти все мощные конденсаторы более-менее которую на нагрузочку идут ну смысла не знаю есть показывать нету как паять я выпаиваю просто конечный вариант на засниму выпаиваю просто беру сначала выпаиваю первые меня его смотрю на нем емкости напряжения стараясь такой же поставить либо большим напряжением после того как запаял откусываем контакты их к следующему чтобы не было путаницы нигде нельзя перепутать и так далее до конца и потом уже нужно дальше наслаждаться работой еще частенько вылетают входные транзисторы высоковольтные на раскачку 220 то есть на питание именно трансформаторов импульсных ключей но это тоже просто звонится тестером на обрыв по отношению к центру то есть три ножки вот так вот звоним если нет пробива и вот так если все у нас целое значит транзистор рабочий значит во втором ключе на смотреть их два стоит тоже меняем это вот основные вот что можно любой каждый из вас например дома сделать при помощи паяльника ничего сложного нет единственное что под их открутить до рекомендую снимать вот конденсаторы по 220 но опять же надо ждать минут 10 хотя бы подождать приступлю к монтажу покажу конечный результат позже для легкости монтажа рекомендую использовать все-таки конденсатор нового с длинными контактами их удобнее во первых через плату через уже когда у нас провода тут мешается до просунуть нежели с короткими ножками и попасть в отверстие после того как уже все у нас запаяна черновой вариант берем кусачки вот эти вот все части откусы стараемся откусывать выше не под самую плату не пацану крышок что поставались у нас так скажем угарки это делается для того чтобы потом мы это все пропаяем чтоб контакта у нас были отлично пропаяны и у нас не отваливались если у нас не дай бог интерес какое-то время будет перегрев до в этом месте если мы сделаем под под плату прямо может образоваться не контакт то есть кольцо такое появится будет не контакты соответственно конденсатор будет не работать что приведет умиранию дальше плата блока питания хорошо если взрыва не произойдет сайте вот хочу показать конденсатор снял то есть он уже дымил его бабахнула тут немножко то есть у него резинка вот который в центре и выдавила просто это говорит о том что был перегрев обращаем также внимание конденсаторы которые покупаем они должно быть написано 105 градусов это температура рабочая так в данном случае конденсатор работает от минус 40 до 105 градусов к сожалению не хочет ну ладно 105 градусов это максимальная и так скажем реальные режим работы обычно конденсаторов но на самом деле конечно там 105 градусов он может и не выдержать это уже критично для них а бывает там просто производитель пишет но на это стоит особо не обращать внимание на ему брать более качественные конденсаторы также обязательно смотрите на не пропа и также на черные детальки если есть то их тоже придется заменить это говорит о том что был перегрев плата ну и вот после того как мы это все дело откусим надо еще раз пропаять что полого лучше схватила деталь и все кстати поменял все прошло ушло 10 минут единственное у меня конечно таких бочек нету мне вот в два раза меньше то есть и так приставить к платье смотрите насколько детали ниже это просто старые детали давно их использовали сейчас можно получше найти кстати вот коричневые конденсаторы даже в материнских платах вот они вздуваются это раньше была статейка такая что в деталях использовался качественный электролит который мог привести к выходу из строя не просто дал агрегата данном случае блок питания также всех узлов одновременно то есть из-за пульсации из перегрева и высоких скачков на этом поспешу откланяться пропайка и установка это уже дело каждого главное чтоб вы нашли причину из-за которой у вас не работала я постарался вам на это ответить всем спасибо всем удачи